Число 35 для фестиваля «Болдинская осень» оказалось той самой точкой, после которой грядут большие изменения. Мы полностью трансформировали столь привычный фестиваль «Болдинская осень». Во-первых, он прошел не только на площадке театра оперы и балета. У нас были и другие подмозги театральные. У нас была образовательная программа, но одно из наших главных достижений, что театральный фестиваль открывал лучший коллектив страны. К нам приехал Большой театр. С самого открытия фестиваля была установлена высокая планка. Гастроли Большого театра не оставили равнодушными нижегородских ценителей искусства. Я была под большим впечатлением, и особенно впечатлил оркестр. Я без музыкального образования, но все равно это огромное было впечатление. В этом году удивительный фестиваль, просто удивительный. Просто праздник для души всех, кто любит оперное искусство, искусство балета. Закрытие фестиваля тоже прошло с размахом. Финальную точку поставил хор «Мюзика Этерна» под руководством Виталия Полонского. Этот коллектив в 2018 году стал лауреатом международной премии «Опера Варц». Каким будет фестиваль в следующем году, говорить пока рано. Подготовка начнется сразу после подведения итогов этого сезона. Но известно точно, что зрители ждут сюрпризы. Я надеюсь, что на следующий год мы уже сможем представить нижегородцам фестиваль «Болдинская осень» в полностью обновленном формате. Надеюсь, это привлечет их максимальное внимание. И фестиваль мы сможем вывести на уровень лучших российских фестивалей. В этом году в фестивале приняли участие артисты Большого, Мариинского, Пермского, Московского академического и других театров. Дарья Аксенова, Иван Масов. Время новостей.